Динамо Огромная ответственность ляжет на плечи судейского корпуса. Все действия арбитров в этой серии теперь будут рассматриваться под микроскопом. До сих пор не утихают страсти по поводу незащитанного гола Мортенсена в первом матче. За комментариями мы обратились к начальнику департамента судейства Александру Полякову. По поводу атаки в голову. В данной ситуации судья по ополнению департамента судейства пропустил нарушение правил этого ошибок. Он объясняет свои действия тем, что он смотрел в данный момент в эпизоде на взятие ворот, на то, что происходило перед воротами, то есть могла ли шайба попасть в ворот. В данной ситуации рекомендации департамента судейства таковы, что нужно смотреть, поднимать голову вверх и смотреть, находиться рядом с воротами, поднимать голову вверх и смотреть, какие нарушения правил могут быть совершены. Если произойдет пересечение шайбы линии ворот, то главный судья всегда может остановить игру и пойти проконсультироваться с судьей в видеоповторах. Что касается второго момента, незащитные говны. В данной ситуации главный судья в соответствии с рекомендацией департамента судейства показал жест взятия ворот. Этот жест показывается тогда, когда шайба пересекает линии ворот. То есть главный судья реагирует на данное действие. Шайба пересекла линии ворот. Далее он не видел, каким образом шайба была направлена в ворота и, соответственно, показал жест видеопросмотра в соответствии с правилами. Он имеет на это право. И направился к суде в видеоповторах, чтобы уточнить, каким образом была шайба направлена в ворота. После видеопросмотра видеосудья связался с офисом КХЛ, где находился я в этот момент, и мы просматривали вместе с ним этот момент. Значит, было установлено, что игрок бьет по шайбе, либо делает движение. Это одно и то же, в результате чего шайба зашла в ворота. То есть шайба была заброшена ударом ноги. И после этого было принято решение, что взять ворот защитывать нельзя. Соответственно, главный судья, после того, как он получил сообщение от видео, судьи в видеоповторов, показал жест отмены взятия ворот. Взять ворот не было защитано. Вчера состоялось заседание спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ по эпизоду с незащитной шайбой. Его провел новый председатель Валерий Каменский. По итогам заседания было сделано официальное заявление. Такое решение противоречит самому духу игры в хоккей. И взятие ворот должно было быть защитано. В этой связи эксперты спортивно-дисциплинарного комитета рекомендовали департаменту судейства, департаменту проведения соревнований выработать и предоставить к обсуждению правлением КХЛ поправки к положению правил, касающемуся трактовки подобных моментов, связанных с взятием ворот. Данные поправки в случае принятия появятся в правилах игры в хоккей КХЛ. Чтобы больше не возникало разногласий, в последующих матчах помогать арбитрам и разбирающим спорные моменты при помощи видеоаппаратуры будут эксперты спортивно-дисциплинарного комитета. Также стало известно, что защитники СКА Алексей Семенов и Виталий Вишневский, а также форвард команды Игорь Макаров смогут выйти на лед во втором матче одной финала Кубка Гагарина с ОХК «Динамо», сообщает официальный твиттер питерцев. Напомним, Семенов был удален до конца матча в первой игре, а Вишневский и Макаров получили матч-штраф уже по окончании встречи. Вчера был сыгран первый матч финала Восточной конференции. Таких шекспировских страстей, как на Западе, здесь пока не предвидится. Но от этого противостояние трактора и авангарда не выглядит менее интересным. Хозяева начали матч достаточно активно, тем не менее счет в поединке открыли гости. Ястребам удалась быстрая контратака, точку в которой поставил Пережогин. Далее на аванс-сцену вышли вратаря обоих клубов и Гарнат и Раму раз за разом выручали своих партнеров. Отыгрался трактор в середине матча. Первый раз за игру ошибся Карри Раму, который не справился с несложным броском Панова. А через три минуты в матче произошел решающий момент. Хозяева удалились дважды подряд. Практически две минуты трактористы отбивались втроем против пятерки соперника. А когда на лед выскочил Катичев, партнеры точной передачи отправили его на свидание с Раму. И 25-й номер Челябинца в ближнем бою переиграл Рама. В оставшееся время матча авангард бросил все силы на то, чтобы матч спасти. Только вот подопечные Белоусова к их чести закрываться не стали. Хозяева раз за разом проводили опасные контратаки, однако вратари действовали выше всяких похвал. Точку в матче броском в пустые ворота поставил Чистов. В 3-1 трактор начинает серию с победы. Трактор интересная команда, очень хорошо играет. Что касается нашей команды, то мы недостаточно много играли на пятаке перед ворота на соперниках. Это была только первая игра, будем готовиться к следующей. КХЛ расширяется на запад. Со следующего сезона в Лигу войдет новый клуб и появится 17-тысячная арена. Самая большая в Лиге. Слован подал заявку на вступление в КХЛ. Наша инспекция проверила инфраструктуру Прочиславского клуба. Нет сомнений, дворец, на котором проводился чемпионат мира 2011, соответствует всем требованиям. С финансами тоже все в порядке. Во-вторых, Чешская Федерация Хоккея проголосовала за вступление Пражского Льва в КХЛ. Напомню, эта команда переезжает из Попорода и будет играть на современной арене О2. Официально эти клубы войдут в КХЛ до конца апреля, заявил президент КХЛ Александр Медведев. Также из слов руководителя Лиги стало известно, что итальянский Милан и хорватский Медвежчак не теряют надежды вступить в семью КХЛ в самом ближайшем будущем. Сейчас оба коллектива работают по предоставленному Лигой плану. Главный вопрос, которым сейчас заняты руководители команд, поиск достойного финансирования. Если этот и другие вопросы будут решены, двери КХЛ откроются для Милада и Медвежчака уже в 2013 году. Главная трансферная новость пришла вчера из Мытищ. Лидер команды в прошедшем сезоне нападающий Николай Жердев подписал с клубом новый контракт сроком на два года. Эту сделку можно считать несомненным успехом руководства клуба. За лучшим игроком мытищенцев развернулась настоящая охота. И прошедший сезон стал для Николая лучшим в его российской карьере. Многие ведущие клубы хотели видеть Жердева в своих рядах, но в итоге все закончилось положительно для Атланта. Сразу же после нашего выпуска вас ждет хоккейный прогноз погоды. Это Настя. Она ведущая прогноза погоды. Радулов, Кузнецов, Аномальная жара. Авангард, СКА, Трактор, Динамо. Об этом она скоро расскажет. Увидимся. На этом у меня пока все новости. Хороших вам выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров Н.Александрова